С разницей в 20 очков закончилась встреча «Атома» и новичков этого сезона команды из «Виксы». После пятилетнего перерыва баскетбольный клуб «Металлург» вновь играет в высшей лиге чемпионат области. Как отметил тренер, скорость у спортсменов хорошая, осталось добиться точности бросков. Ребята очень стараются, очень хорошие, мне очень нравится. По физподготовке здорово бегут, подводят маленько снайперские способности. Как было сейчас видно на игре, маленько не получается снайперского. Но будем работать, отрабатывать это все на тренировках. «Металлург» занимает седьмое место в турнирной таблице. Матч «Виксынцев» с одной из сильнейших команд области показал стремление новичков сезона пробиться в лидеры и подняться вверх в турнирной таблице. Но сократить отрыв не получилось. Матч закончился со счетом 89-69. Но спортсмены считают, что сыграли с полной отдачей. Я думаю, этот год мы неплохо сыграли. Проигрываем таким грантам не слишком много, как у нас было в свое время. 50-60 очков у нас сейчас. 3-4 очка проигрыша. Так что на следующий год мы будем показывать лучшие результаты. Директор баскетбольного клуба «Атом», подводя итоги встречи, отметил у гостей стремление навязать противнику свой стиль игры. Матч получился богатым на нарушения и даже травмы. И как следствие было много замен в обеих командах. Тренер варьировал состав, смотрел различные сочетания. Немножко команда оказалась такой, как правильно выражать, жестковатой. Несколько игроков у нас получили пока микротравму, можно так сказать, чем лидеры. Это, конечно, печально. Впереди еще несколько игр. А так как финала четыреха не будет, то исход каждой встречи очень важен. Следующий матч саровчане проведут 16 марта на выезде. Они сыграют с лидером чемпионата командой «Газэлектроника» из Арзамаса. То есть все будет решаться по круговой системе. И каждый матч он важен. А с Арзамасом, естественно, по личной встрече надо будет выигрывать больше четырех очков, чтобы иметь дополнительный гендикап. У наших спортсменов всего несколько дней для подготовки к матчу с одной из сильнейших команд чемпионата высшей лиги. И сейчас спортсмены усиленно готовятся к решающей встрече. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.